Добрый вечер, Дмитрий Георгиевич. Давайте начнем с той темы, которая вроде бы как о ней говорили, но вопросы остались. Вот ваша партия подошла к этим выборам творчески. Вы объявили праймерис. Вот мне интересно ваше мнение человека очень опытного в политике. Как бы вы оценили их итоги? Потому что было много критики. Ну, если с точки зрения независимой прессы, всяких наблюдателей, то они как-то недовольны остались. Я даже не называю ее праймеризм. Это слишком какое-то научное слово. Иностранное, не наше, непонятное. Я называл этот процесс консультацией. Партия консультируется со своим активом. Даже объявили эту консультацию и даже с теми, кто не является обязательным членом партии. Чтобы эти люди нам высказали свое мнение относительно вот этого списка. Предложения по кандидатурам. Если осложнять, то находишь массу каких-то недостатков. Если упростить, то все в порядке. Мы попросили людей высказаться пофамильно. Кого они предлагают. Я хочу сказать, что, конечно, это был процесс общения партии со своими членами. Ну, это хорошая такая еще пиар-акция, там уже мобилизация электората. Да, процесс, чтобы люди узнали, как на них смотрят со стороны. Или внутри партии. Это была возможность поговорить о демократической партии с обществом. Мы получили в итоге 6 или 7 тысяч почти что предложений. Фамилии, которые были названы по списку. И я думаю, что это нормально. В итоге это такая всеобъемлющая работа со своими симпатизантами. Вы знаете, говорят, что работа тогда хороша, когда она сделана честно. Ну, а кто предложил... Подождите. Я понимаю, эти... Кто думал, что люди... Или в ходе этого процесса у нас будет список от А до Я. Это наивные люди. Потому что список формируется, учитывая и какие-то другие компоненты. Дмитрий Георгиевич, секундочку. То есть, вы сейчас хотите честно признать о том, что все те фамилии, которые писали, и тот список, который подан в ЦИК, это разные вещи. Нет. Нет. Я хочу сказать, что все люди, которые находятся в списке партии, поданном в ЦИК, они, эти все фамилии находились в списках тех. Просто некоторые фамилии находились в одном положении, некоторые в другом положении. Потому что все равно, когда составляешь список, надо учиться какие-то критерии. Нам нужны женщины, нам нужны юристы, нам нужны педагоги, нам нужны экономисты. И они разное количество баллов, но очень приблизительно, так сказать, одинаковые. Дмитрий Георгиевич, секундочку. Но это ведь самое главное, как вы располагаете этих людей. Потому что всем совершенно понятно, что у меня каждый лидер партии, когда приходит здесь, он убеждает, что он чуть ли не возьмет 50 мандатов в парламенте. Но всем понятно, примерный уровень, сколько может взять теоретически та или иная партия. И если эти фамилии, которые писали люди, находятся внизу списка, то это иначе как обманом, в принципе, назвать сложно. Лидер партии, допустим, в том или ином районе, он набирал определенное количество голосов в своем районе. Потому что наивно предполагать, что лидера Когульского района проголосует в Кантемире или в Окнице. Его голосовали в этом районе. И, может быть, создалось такое впечатление у некоторых людей, что вот их массово проголосовали в своем районе, и я буду там в первой десятке. Голосовала вся страна. Поэтому во всех районах голосовали лидеров партии. Потому что их знают. Ну да, и, конечно, в итоге серии написали список так, как это видели и до этих праймеров. Но я вам хочу сказать, что десятка, кто были в десятке, все были номинованы как раз в десятке и на этом праймере. За вас где голосовали? В каком районе? Во всех районах. Во всех. То есть вы пятое место заняли? Нет, пятое место. Я сказал заранее коллегам, что я предпочитаю быть на этом месте. Я был на последних трех выборах. Нет, конечно, я полагал, что я буду выше в этом опросе. И, честно говоря, я как-то и не хотел даже фигурировать. Я даже хотел, когда мы принимали это решение, сказать, что, ребята, меня не надо ставить. Потому что я не участвую в этом соревновании. Это участвуют все остальные члены. Я почетный председатель. То есть вы по-любому должны понимать его. Мне толкаться от тебя не нужно. Конечно, но это нормально, это естественно. Понимаете, я, как говорится, Дино Фичу. Я являюсь членом Национального совета, членом БИРО и так далее, и так далее. И избран со сроком неопределенным, то есть неограниченным. Поэтому я не хочу. Мое дело участвовать в стабилизации партии, продолжении каких-то традиций, приумножении этих традиций, так сказать. Мое слово должно как-то уравновешивать партию. Поняла, да, вы это часто делаете, верю. Участвовать в соревновании задолженности у меня нет никакого интереса. То, что вы уравновешиваете, я верю. В этом я сказал на пятом месте, а то меня ставьте молодых ребят, кто помоложе. Вот и Ганду там, и... Ну да, мы заметили. Что вы делаете с обиженными? Они ведь есть. Ну, во всех партиях, на всех выборах есть обиженные. Потому что, потому что вот в первые 30 человек, вот, хотят 90. А умещаются только 30. А по какому же принципу вы выбирали вот эти 30, если можно? Это заслуги перед партией какие-то? И партии, которые только начинают, и партии, которые никому не известны, они ходят и бегают по Кишневу и ищут кандидатов, чтобы включить в десятку, в пятерку там и так далее. В таких партиях, как гемпартия, это не проблема. Наоборот, есть конкуренция, о которой мы говорим. Есть люди недовольные. Но, слава богу, их немного. Мы с ними переговорили. Они поняли, есть не только список, есть и другие. Дмитрий Юрьевич, если можно, честно, вот сейчас, они сняли просто свои кандидатуры, потому что оказались низко. Скажите честно, вот я прошу вас. Ну, что тут честно? Я, такое впечатление, что оставьте меня к стенке. Нет, просто никто это не хочет признавать. Я не ставлю к стенке, мне просто важно понять. Нет, это нормальный процесс. Ну, было такое или не было? Это нормальный процесс. Нельзя ставить 86-м в списке человека, уважаемого человека. Дмитрий Юрьевич, был такой факт, что эти люди отозвали свои кандидатуры или нет? Которые оказались с тех точки зрения слишком... ...это есть во всех партиях, на всех выборах. Спасибо вам за ответ. Я вам говорю абсолютно, потому что есть какие-то люди, которые видят себя, допустим, в десятке. Вот. И он никогда не согласится быть там 53-м, понимаете? Поэтому нормально. Человек говорит, что я поработаю, я буду участвовать в компании, но я не хочу быть в списке. А Стояногло так сделал? Потому что, ну, со Стояногло были у нас разговоры. Так. Я очень сожалею, что ее нет в списке, но у нас была комрадская организация, и, в смысле, организация в ГГУЗе, которая имела свою точку зрения. Им надо мобилизовать электорат там. Поэтому я думаю, что с господином Стояногло мы не расстаемся, мы будем вместе работать. Я очень надеюсь, я его ценю. Он с нами с 2001 года у нас был в списке. Я тогда его включал, не помню, каким, пятым или шестым. Поэтому он человек грамотный, человек, который имеет что сказать, и специалист. Я думаю, что если партия наберет достаточное количество голосов, будет участвовать в правящей коалиции, я думаю, что найдется работа для США. Хорошо. Я бы хотела уточнить такой момент. Вот ваши объяснения, они достаточно, как бы сказать, исчерпывающие, но, конечно, не до конца. Потому что после этого пресса написала, что после этих праймерис собралось три человека. Это были Лупу, Плохотнюк и Дьяков. Сели и написали этот список, как это видели они. Ну, это комментарии прессы. У нас, слава богу, специалистов по Демпартии сколько хочешь. Ну, так партия же парламентская. Да, да, да. Это нормально. И специалисты, которые как-то, так сказать, отражают точку зрения партии конкурентов. Поэтому мы не обижаемся. Вниманий к этому процессу было достаточно. То есть это не правда, Дмитрий Георгиевич? Это не правда? Нет, кое-что правда, кое-что в луке. В основном три человека Лупу, Плохотнюк и Дьяков решали или еще были люди? Ну, был национальный совет. Национальный совет принимал решение. Вот то, что список составляет сначала 3, потом 5, потом 12 обсуждают, потом 25. Но это были обсуждения, это были предложения. Вот. Решал национальный совет. Решали лидеры районных организаций, там с кем советовались. Я вам скажу, почему ходят такие дома. Но, вы знаете, этот процесс свойственен, я же не первый раз участвую в этих делах, поэтому свойственен каждой партии. Конечно, конечно, можно по-другому составлять список. Любой список, любая партия может так сделать, а потом можно так сделать. Всегда, всегда, и составляет список, всегда компромисс какой-то. Да. Компромисс между людьми, компромисс с той реальностью, которая существует в партии. Компромисс с теми, кто хочет, но неубедительно, так сказать, были до конца. Потом, через год-два, когда появляются такие процессы, что, ага, вот, да, ладно, можно было бы этого включить, а не того. Но это всегда так. Я вам объясню, почему так происходит. Потому что, когда формируются списки, и мы об этом с вами знаем прекрасно, есть принципы включения туда людей разные, но есть молдавские принципы включения. Я вам скажу как. Это зависит от той партии, в том числе от ее финансовых возможностей. У нас очень часто говорят перед любыми выборами, место вот в этом списке стоит столько-то, да. Значит, а эта партия, вот, место в этом, значит, в ее списке стоит столько-то. Так вот, я сразу скажу, про вашу партию я так подумать не могу. Потому что в вашей партии говорят, что все места, как бы вся финансовая, да, вот, подоплека всех мест, принадлежит одному человеку, господину Плохотнюку, который, собственно говоря, и заказывает музыку. Вы будете возражать? Конечно, конечно, буду возражать. Тогда скажите мне еще других спонсоров компании. Это преувеличение, преувеличение. Потому что внимательно. Или слишком чересчур внимания к персоне, вот, или из конкурентных соображений. Вот, поэтому, конечно, есть влияние определенных людей. И я пытался повлиять, и Марьяна Ильич пытался повлиять, и Владимир Георгиевич пытался повлиять. Вот, в конце родился список, который является компромиссом. Есть праймерис, были рекомендации. Вы меня не уводите сейчас от финансирования партии. Вы хотите сказать, что... Но, 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 то, что важно, то, что важно, мы никогда, никогда демократическая партия не продавала места в списке. Вот список, место стоит столько-то, вот, давай, мы тебя включим, ты нам, давай, 500 тысяч долларов, и мы тебя включаем в список. Нету, не было такого. Вот это, вот это... А цифры откуда, если говорится? Нет, мы говорим так, с потолка, да. Вот, потому что раньше о ком-то из депутатов, если помните, в одной из партий был один бизнесмен, который после выборов сказал, что я дал этой партии столько-то. Ну да, это Платон говорит. Ну, я не хочу называть. Ну, ведь я называю, да, я называю. Да, и были цифры озвучены. Правда, это было не 500, а была цифра больше, чем 500. Поэтому мы не продавали. Все люди пришли в этот список, были включены в этот список по каким-то мерить, за какие-то заслуги. Да, какое-то место или какую-то нишу он занимает. Вот, этот опытный человек, это экономист, это юрист, это дипломат, председатель парламента, этот вице-премьер по экономическим вопросам, это молодежь, спорт, молодежь, инициатива и так далее. Вот так из этих соображений. Поживем, посмотрим. Да, и все-таки я третий раз повторяю свой вопрос в отношении финансирования партии. Кроме господина Плохотнюка, какие у вас еще есть источники для того, чтобы не один человек финансировал? Ну, во-первых, я не занимаюсь финансами. Я очень счастлив, что я финансами не занимаюсь. То, что вы счастливы, я верю. И, во-вторых, у всех партий есть несколько спонсоров. И я заверяю вас, что у нас есть люди, которые симпатизируют, которые с нами находятся, которые не хотят афишировать. То есть у вас тоже несколько спонсоров? Конечно, конечно. И фамилии вы называть не хотите? Да, зачем? Вот они будут появляться в этих списках, которые будут поданы в центре Берком. Хорошо. Я не знаю, кто из них будет сколько давать, поэтому... Ну да, я таких деталей не спрашиваю. Но фамилии, честно говоря, хотелось бы узнать. Ну, я тоже хотел бы узнать. Я знаю людей, которые симпатизируют, которые готовы помочь. Вы почетный председатель партии. Вы же не любые деньги можете брать. Значит, вы должны знать те деньги, которые идут на вашу компанию. Вы сейчас говорите, я не знаю. Я много раз говорил, что надо смотреть, с кем мы связываемся. Надо смотреть, у кого берешь. Не надо у всех брать, потому что потом надо или отдавать, или иметь дело с этим человеком. Да, или выполнять те обязательства, которые могут быть даны. Я рад, что в последнее время у нас сузился круг, и у нас нет таких обязательств. Надо с полкишнем разговаривать, угождать и так далее. А вообще, мы не говорим о главной. Мы должны говорить о финансировании партии со стороны государства. Ну, вы же не приняли такой закон. Мы приняли такой закон. В первом чтении. Нет, мы приняли такой закон. Такой закон действует. Но определенная статья, она была отложена. То есть, я считаю, что это такой в том виде, в каком должен быть, он не принят. Еще при коммунистах было отложено. А потом, когда пришли демократы, говорят, ну как же мы будем вот сейчас финансировать. Видите, коммунисты не финансируют. Это чисто популистская такая мера, понимаете. А что скажут пенсионеры? Которые заинтересованы, прежде всего, крупные партии, Дмитрий Георгиевич. Нет, заинтересованы крупные партии. Да, в том числе и ваши. Это позволяет сделать финансирование транспарентным. Если государство участвует в финансировании, то государство имеет право интересоваться. Кто сопротивлялся принять в окончательном чтении в парламенте? Ну, почти что все. И ваша партия? Я считаю, что вот трудно, вот пенсионеры. Ну, с одной стороны, конечно, в бедной стране только о финансировании партии говорить надо. Но с другой стороны, понимаете, я много раз говорил публично на ту тему, поэтому я не стесняюсь и сейчас. Это большая пакость нашей политической системы. Надо, чтобы все было как у всех людей. Но, видимо, после выборов мы вернемся к этому вопросу. Праймерис обсудили. Теперь поговорим, собственно, о других атрибутах компании. Я поговорил бы о главной теме нынешней компании. Давайте поговорим о том, о чем я предложу. Вам сейчас понравилось. О чем мы должны говорить с людьми, чтобы люди поняли, что эта компания носит исторический характер? Вы, с вашей точки зрения, сейчас должны говорить людям, какие вы хорошие. А я сейчас на стороне людей буду задавать вам вопросы. Я даже не хочу агитацией заниматься, сказать, что какая хорошая демпатия. Я хочу... Вот подождите. Вы не знаете, что я вас еще спрошу. Вы сразу суетитесь. Может, вам понравится. Смотрите. Слоган. Вот вы идете, встречаетесь с людьми. Вот у коммунистов есть слоган. Они говорят, только коммунисты, только Воронин. Вот Пеледемия, как вы говорите. Они говорят, Молдова вперед. У них что? А что вы говорите людям? Вот что? Вместе развиваем Молдову. Вместе развиваем Молдову. Это уже пятая версия, которую я слышу в отношении... Я говорю так. Развиваем Молдову. Смотри, Горяч, так не должно быть, чтобы каждый член партии говорил какой-то свой слоган. Нет, идея главная. Идея – мы должны развивать страну свою. Это правда. Понимаете, потому что... Вот я сегодня имел шесть встреч. Шесть встреч в Коваражском Реоне. Я чуть охрипше даже приехал. Встречи разные. Но в одном главное. Что люди хотят, чтобы наша страна вышла из этого тупикового состояния. Чтобы мы платили больше зарплаты. Я верю. Потому что люди обычные, они же не думают и не размышляют такими категориями, как мы. Евросоюз, интеграция, реформы юридической системы. Людям давай конечный продукт, давай место работы, давай зарплату, дай возможность людям растить детей в этой стране и дожить до почетной старости. Понимаете? И эта проблема фундаментальная. Что мы должны сделать в этой стране, чтобы сдвинуть с мертвой точной зрения? Дмитрий Георгиевич, то, что вы сейчас говорите, это вы как сейчас хорошо так порекламировали себя как та партия, которая знает о чаяниях народа. Знаете, я даже готова вам поверить, что вы знаете, потому что встречаетесь сейчас с людьми, и люди вам наверняка какие-то вещи говорят. Но ситуация в другом. Ну и до этого встречались. Но ситуация в другом. Я готовлюсь к этому эфиру, пытаюсь понять, какой слоган у демократической партии. Значит, смотрю, когда представление списка, все говорят, возвышаем Молдову. Ну, я читаю, да, возвышаем. Потом захожу на ваш сайт, вижу, развиваем. Вы уже говорите то, что вместе, как вы сказали, простите, я... Вместе развиваем Молдову. То есть, да, как-то, и понимаете, если бы это касалось только слогана, я бы поняла, но я хочу видеть программу предвыборную. Будете, увидите. А не поздновато ли, что вот на сегодняшний день такая партия, как ваша, еще не представила программу? Нет, не поздно. Почему? У нас программа есть, она уже, но мы решили вот на протяжении этой недели сверить основные какие-то моменты в ходе вот этой встречи, с которой мы встречаемся. С разными категориями людей. Вот мы говорим, мы предлагаем сделать импозит уник. Налог единый. Единый налог, вот, 8% ТВА, то, 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 все. И как люди на это реагируют, и как они говорят, может, не надо 1%, может, не надо, может, может, диверсифицировать его и так далее. И я думаю, что мы, говорит, на следующей неделе опубликуем. Но мы не выходим с этими дешевыми обещаниями, повысим в 4 раза зарплаты, дадим 8 пенсий и так далее. Потому что мы это слышим каждый раз. А я лично хожу на эти встречи, я вообще цифры не называю, если меня не спросят. Потому что не это главное. А что вы им говорите? Я, кстати, вам не скажу, но жить мы будем лучше, если вы продолжаете за демократическую память. Я говорю им вещи, которые люди сами убеждаются, что это так и есть. 23 года назад мы построили баррикаду, мы разделили эту страну на наших и на ваших, и продолжаем эту баррикаду держать и сегодня. Вы это везде говорите, потому что у меня есть ваш этот цитат. Это огромная проблема. Если мы не успокоим страну, если мы не создадим нормальную атмосферу в этой стране, если мы не будем думать о стабильности, чтобы после выборов правительство работало 4 года без этих конвульсий, то правительство у нас будет работать как пожарники. Как до сих пор. И какие европейские обещания, планы мы выполним. Если бы я была вашим собеседником, я бы сказала, уважаемый господин Дьяков, вот вы извините, но последняя ситуация, которая была перед голосованием правительства Лянко, показала, что не мы народ виноваты, а вы политики, которые в парламенте виноваты, которые друг с другом ругаетесь. Политики виноваты. Отправляйте в отставку. Скажите, пожалуйста, а кто этих политиков отправляет в парламент? Кто? Ну, теоретически это народ. Народ отправляет. Вот я удивляюсь, почему народ отправляет в парламент партии, которые никогда не сядут за стол переговоров и не будут разговаривать и размышлять о том, как нам улучшится. Вы сейчас совершаете ошибку, вы говорите, что народ плохой из-за тех голосов. Я не совершаю ошибку. Это реальность наша. У нас голосует одну партию, голосует другую партию, а эти партии даже сейчас приходят и говорят, мы ни с кем не объединимся. Мы с этим никогда не будем разговаривать, никогда не сядем за стол переговоров. А эти люди бедные, которые голосуют за эту партию, а те, которые голосуют за эту партию, они что им вручают, что им поручают? Когда люди голосовали за демократическую партию, вот смотрите, потом у вас был выбор. Вы могли пойти с коммунистами, я имею в виду прошлые выборы, а могли пойти в конечном итоге в коалицию с ГИМПом. Я сомневаюсь, что все избиратели ваши были рады тому, что вы пошли в коалицию с ГИМПом. Да, то есть часть ваших избирателей, ваша же партия ставила с носом. Это же не первый раз происходит. Это политика, совершенно. То, что не первый раз происходит. Когда меня спрашивают, с кем вы будете создавлять коалицию? С кем вы пойдете в коалицию? Я предполагаю, что у вас тоже есть пару вопросов на эту тему. Да, есть. Так не от меня зависит, а зависит от вас, кого вы пошлете и сколько мандатов вы им вручите. Поэтому я буду думать, я буду участвовать в каких-то переговорах и с этим, и с этим, и с этим, с тем, чтобы создать коалицию. Но не от меня зависит, с кем я буду создавать коалицию, а от наших избирателей. Мне кажется, что я сейчас буду на рекламу. Поэтому нашим избирателям надо терпеливо с ними разговаривать. Мы что делаем в ходе кампании? Мы пытаемся им компосировать мозги обещаниями дешевыми, напугать чем-то. Я слышу, что одна партия ходит и говорит, что если вы за нас не голосуете, в стране будет война. Представляете, какая радость? То люди опять проголосуют согласно каким-то лозунгам или вчерашней передаче, которую увидели. А мы предлагаем, вот я предлагаю поразмышлять, почему мы живем так плохо и что нам нужно сделать, чтобы мы жили по-другому. Нам надо организоваться по-другому. Нам надо установить мир здесь, согласие. Потому что нельзя, чтобы у нас правительство было прорумынским или антирумынским, и правительство, чтобы было антироссийским. Я сейчас здесь прерываю, мы уходим на рекламу. Только одна маленькая от меня ремарочка. Мне нравится, что вы говорите «мы должны». Да, вот, значит, ситуация еще не так критична, если политики могут рассуждать и говорить «мы в чем-то виноваты». Спасибо. Реклама на 21-м канале. 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 Путин чинч фрукты и челегуми. Вместе мы будем бороться и спасем нашу страну. Голосуйте за партию социалистов. Вы смотрите «Главное». Мы беседуем с почетным председателем Демократической партии Дмитрием Дьяковым. Дмитрий Георгиевич, вы, конечно, очень красиво говорите, но предвыборная платформа – вещь настолько важная, что недооценивать ее, мне кажется, что для вас это может действительно стать одной из причин, по которой вы будете недовольны результатом. Как бы вы не относились к секунду, как бы вы не относились к одной другой… Вы же не видели нашего предварительного программа. Правильно, вот об этом и речь. Так о чем вы? Потому что, когда говорят, например, ну вот пусть будут либералы, демократы, что имеют в виду? У них есть план 2020, все вспоминают евроинтеграцию. Коммунисты, понятно, все о чем говорят, они критикуют власть, говорят, что только коммунисты, только Воронин. Говорят про ГИМПу, значит, тут же вспоминают Унирю. Когда говорят о Демократической партии, о чем должны люди говорить, вспоминать? Вот когда говорят о Демократической партии, надо больше включать мысли, надо думать шире. Когда говоришь об этой партии, нужно больше думать. Конечно, радикалам два предложения надо говорить. Унирия или наоборот. Вот и все. И потом… Так у вас партия для думающих людей только. А мы партия для думающих людей, мы партия в центре политического спектра. Я помню, когда мы создавали эту партию, вот спорили, куда ее, там, в крайне левый и крайне правый фланг. Вот. Я сказал, нет, мы будем в центре, потому что наш кораблик, если будет доминировать радикалами, то быстро перевернется. И нам нужна устойчивость страны, политической системы, власти и так далее. И мы с первого дня существования, мы между Молотом и Николаевной. Всю дорогу. Ну, у вас столько дивидендов от этой вашей позиции. Вы всегда выбираете и задаете тон в стране. Право-центристы или лево-центристы? У вас зависит. Да, но это удобно после выборов, когда создавать коалицию. Вот. Играть в эти игры, так сказать. Но я не об этом говорю. Я говорю о реальной ситуации в Молдавии. И важности вот партии, которые приглашают к диалогу в парламенте и страну. Мы без диалога, у нас бы не было бы... Вот сейчас, если после выборов ни одна партия не наберет большинство, надо с кем-то разговаривать. И вообще партии, которые не участвуют в диалоге, что это за партия? Какую они миссию несут? Не знаю, но вместе я бы вам сказала так. Мы четко говорим избирателю, что мы никогда не объединимся с коммунистами. Мы честные. Подожди, секунду. Мы честные. Мы говорим так, что мы ни на каких условиях с ними, например. Или коммунисты говорят, должны сказать, по крайней мере честно. Мы никогда не объединимся с теми, с теми, с теми, с теми. Хорошо. И потом, а вот когда избиратель голосует за вас, он остается в неведении, Дмитрий Георгиевич. Потому что, секунду, потому что до сих пор ваша партия не сказала конкретно, четко, что с этими хотя бы никогда. Потому что вы говорите так. Мы объединимся с теми, кто разделяет европейский вектор Молдовы. Коммунисты разделяют. Идите, пожалуйста, к Мож Василию во двор, садитесь с ним и поговорите. С любым, с любым нашим крестьянином, Окнице, Кагули, Шалдонеште, Штефанводе, не имеет значения. Что тебе этот простой человек говорит? Мы хотим жить в мире и согласии. И внутри страны. С гагаузами, с болгарами, с украинцами и так далее. И с точки зрения страны. С румынами, с Россией, с Украиной. И все так избиратели вам говорят, Дмитрий Георгиевич. Все говорят. Все люди об этом говорят. Кроме вот этих экстремистов. Понимаете, пока мы будем иметь вот этих радикалов, которые поддерживают вот эти баррикады, о которых я говорил, и которые держат разделённую страну на наших и на ваших. И потом, геополитически, в более серьёзном смысле. Смотрите, у нас почти что на ровные части разделена страна. Да. Кто это способствует? Вот эти партии радикальные. Они постоянно на ужин и тоннали. Скажите, пожалуйста, вот такая разделённая, почти что на равные части населения. Когда одна часть победит другую часть. Это катастрофа. Это невозможно. Поэтому мы приходим и говорим. Тем не менее, вы примкнули к одной части. Вы примкнули к тем. Неправда. Неправда. Вы примкнули к тем, кто разделяет взгляды евроинтеграции. Да. О чём мы говорим? Но вторая часть там. Но при этом мы говорим. И только мы об этом говорим. Очень чётко, очень ясно. При этом нам нужно сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией. Более того, нам нужно развивать эти отношения. Потому что с Европой и Россия хочет сотрудничать. Да. Почему Россия? Смотрите, даже сегодня. Россия имеет хорошее отношение с Венгрией. Россия имеет хорошее отношение с Чехией, Словакией. Со странами Евросоюза. Россия же не запрещает экспорт чешской продукции или венгерской продукции из-за того, что они являются членами Евросоюза. Почему в Молдавии это происходит? Потому что вот эта политика становления. Потому что есть много спекуляций. И потому что есть партии, которые приезжают в Москву и говорят, что мы будем только вам служить. Давайте вы им введите там эмбарго и мы на этом фоне заработаем очки. У нас же было это в 2001 году. У нас было это. И что из этого получается? И мы только мучаем страну. Ни туда и ни сюда. В 2001 году мы говорили, вступим в Российско-Белорусский Союз. Не вступили. Потом в 2005 году мы хотим в Европу. В Европу мы хотим. Говорили, коммунисты говорили. Да, потом так говорили. И в 2009 году мы оказались в ситуации, с Россией мы переругались и не дружим. С Европой у нас никаких связей нет, потому что нет доверия. Вот и все. И Республика Молдова, которая имеет тысячу и одну проблему, оказалась без друзей, без партнеров, без поддержки. Такое нельзя допустить. Поэтому стратегически мы хотим, не мы туда идем, в Евросоюз, а мы хотим нормы Евросоюза сюда. Хорошие законы, настоящая борьба с коррупцией, сделать так, чтобы вся правовая система служила людям, а не партиям и чиновникам. Но хорошее качество товаров Евросоюз со всеми странами, с которыми имеет отношение, заставляет платить зарплату. Потому что нельзя, чтобы здесь был уровень такой зарплаты, а здесь такой зарплаты. Поэтому это как раз то, что хочет каждый человек. Дмитрий Георгиевич, давайте я так, как вы говорите, переведу для МОШ и ООНа. То есть вы, в принципе, выступаете за европейский вектор, стратегический европейский вектор, при этом очень честные, открытые отношения с Российской Федерацией. И не допускать, чтобы вот такие наши комарики здесь постоянно кусались и постоянно грызлись и постоянно нас толкали против России. Дмитрий Георгиевич, один маленький вопрос. Вот если ваша партия на самом деле приходит к власти, вы сумеете это сделать? И чтобы и с Европой, и с Россией были хорошие отношения? Нет, да или нет? Если у нас будет больше мандатов, мы сумеем это реализовать. Ну вот вы, да, вы сумеете. Конечно, с 15 мандатами мы просто очень сможем. Это очень простой вопрос. Как вы можете сказать, что вы сможете улучшить отношения с целой страной, а у нас сейчас отношения с Россией, мягко говоря, не важны, если вы не можете наладить нормальные отношения с ее правящей партией, потому что вы подписали соглашение с Единой Россией. И что мы видим на днях? Ее представитель, господин Нарышкин, который входит в совет такой, он говорит, что они поддерживают партию Додона. И ни слова при этом не говорят о том, что они поддерживают демократическую партию. Почему же вы встречаетесь с европейцами, а нет ничего? Вы не ездите на восток, Дмитрий Георгиевич. Нет, почему? Мы не ездим на восток. Но я не вижу фотографий ваших с российскими чиновниками, вот с Нарышкиным тем. Ну, всегда, всегда. Москва же тоже такая, так сказать. А, уже Москва не такая. Нет, нет, почему? А что мы первый раз, что вы... Я неплохо знаю Москву, я работаю в Москве. Я верю, вы там, да. У меня много друзей в Москве, в том числе и в нынешней действующей власти. Так вам будет проще ответить на мой вопрос. Почему? Потому что конъектурно мы для них оказались не совсем привлекательными. Потому что мы создали коалицию с правыми центристами. Вот и вот такие капризы, так сказать. А кто-то побежал и сказал, что мы будем только вам служить, мы будем это, мы будем это. Это же не первый раз делается. Поэтому... Ну, вот эту ситуацию же надо как-то решать, получается. Если вы можете, вы говорите, мы и с теми можем, и с теми. Ну, извините, во-первых, Российская Федерация будет сотрудничать, вот как и недавно Тапиола говорил, да, что мы будем сотрудничать с любым правительством. Да, с любой властью. Так же и Российская Федерация. Это же... Хорошо, сейчас они хотят протащить в парламент одну партию, которая с их точки зрения выступает более ярко за защиту интересов, допустим. Но почему представители вашей партии, Дмитрий Георгиевич, почему представители вашей партии не поехали к представителям Единой России? А почему вы думаете, что мы не ездим? И не объявили... Мы ездим. Так, я не вижу результатов. У нас эмбарго, у нас пошлины. Нет пропаганда. Так пусть не будет пропаганды, пусть будет результат. Я вот один раз, много лет тому назад, ездил в Бухарест и встречался с замминистра иностранных дел. И как раз примерно на эти темы, вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем. Я их упрекнул, говорю, слушайте, почему вы сделали ставку на рожку, вот рожка, рожка и рожка? Это какой год был, Дмитрий Георгиевич? Это был 2002 год или 2003 год. То есть это перед палаточным городком или во время даже? Да. Не, 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 не. Ну, перед, да, перед. Перед. Может быть, даже 2001 год. Может быть, да. Так. Вот. Есть же другие партии. Сотрудничайте с этими, с этими, с этими. Он говорит, а этот такой мужик опытный, занимал разные должности. Говорит, Дмитрий Георгиевич, господин Дяков, вы все хорошие ребята. Но вы должны понять, что носитель знамени, румынского знамени в Молдаве рожка. Вот, поэтому мы с ним будем это сами. И вот, где я знаменосец оказался? 2001 год. Я приезжаю, 2003 год. Я приезжаю в Москву, я разговариваю с Селезневым. Вот так сидели в кабинете. Председатель Государственной Думы. 2003. 2003, март. Так. Вот. Мы говорим, что-то там затронули, так сказать, действующую власть. Он меня спрашивает, как? Я говорю, ну, в принципе, так, нормально, более-менее. Но там иногда дурья мается. Он говорит, Дмитрий Георгиевич, я вам советую, здесь, в Москве, нет смысла. Потому что все на одну партию, на одного человека. Я даже загадываюсь в те времена, какая была партия. Это было до меморандума. Поэтому не надо ничего. Это до меморандума. Марта-то, до, конечно, да. Представляете, какое доверие было и какой был карт-бланш. Решая все вопросы. Не получилось. Но вы же опытный политик. Вы должны были предвидеть и это, и то. Поэтому я, как опытный политик, я не преклоняюсь ни перед кем. Я хочу жить в мире дружбы с Россией. Я имею там много друзей. Я хочу это иметь и дальше. Я работал в Бухаресте 4 года. Я знаю всех политических деятелей Румынии. С нынешним Понто и в хороших отношениях. С Ильевской, с бывшими президентами и так далее. Но я никогда не стану на колени и говорить, что там, я вас умоляю, держите нашу партию. Неужели есть две стадии переговоров или на колени? Секундочку. Молдаване должны отвечать за свою судьбу. Молдаване должны сами устроить и не ждать подарков. Не оттуда и не оттуда. Вот когда мы это поймем, мы заживем по-другому. Я хочу, чтобы мы в этой стране, чтобы нашло отражение. И вот культура российская, русская, культура румынская. У нас общие истории и там, и там. Понимаете? Нельзя Молдавию разрывать только в эту часть или в эту часть. Мы никогда не добьемся спокойствия в этой стране, если будет доминировать одна часть или другая. Поэтому мы, как центристская партия, мы пытаемся вот это... Не знаю когда, но рано или поздно мы все равно придем к этому мнению. Все. У нас вообще должна быть хотя бы одна консенсусная идея. Да. Какая у нас идея, которая поддерживается всеми? Вы же говорите, что у нас евроинтеграция должна поддерживаться всеми. Ну вот по идее, по идее евроинтеграция должна была поддержана всеми. Потому что коммунисты, когда пришли с законом о евроинтеграции... Здесь ключевое слово по идее, Дмитрий Георгиевич. Когда коммунисты в 2005 году, вы должны это помнить, с законом о европейской интеграции, мы были в оппозиции. Проголосовали все. И мы проголосовали. Было голосование единогласное. Почему сегодня у нас в этом вопросе не единогласное? Я Владимиру Николаевичу много раз говорю. Владимир Николаевич, давайте вы тоже поддержите. Нам нужен национальный консенсус. Евроинтеграция не осуществляется одной партии. И что, он поддержал вас на евроинтеграции, Дмитрий Георгиевич? Ну, к сожалению, замутили так разговор, так и не пришли к какому-то... То есть вы так и не поняли, да? И как это поддержали, вы сами видите. Я не знаю, например, на сегодняшний день, как там обстоит. Но с единой идеей можно себя проявлять как оппозиция по полной программе. Нет никаких проблем. Мы все поддержим евроинтеграцию. И если, допустим, коммунисты в оппозиции, они бы нас критиковали. И мы бы вместе с ними российские акценты внесли больше во всей этой деятельности. Прежде чем мы поговорим об еще одном заявлении российского министра иностранных дел, если можно, очень четко, если я правильно вас понимаю, на сегодняшний день вы четко не знаете, будете ли вы входить в коалицию с коммунистами, с ГИМПу или с другими партиями. Этот вопрос преждевременный. Вы можете и с теми, и с теми, и с теми. На этот вопрос вам не ответит ни один лидер политической партии, которая участвует в выборах. Никто до выборов на такие вопросы не отвечает. Но некоторые политические лидеры говорят с теми ни за что. Вы можете сказать хотя бы так? Нет, я не буду ничего говорить. Я буду говорить только то, что мы должны сохранить страну на этом политическом курсе. Нам нужно обеспечить продолжение вот этого курса. То есть вы не знаете пока, с кем вы будете вступать в коалицию. Чтобы люди поняли, что такое европейская интеграция. Аграрии, чтобы это поняли, другие бизнесмены, чтобы примары, чтобы это поняли. И все население. Мы должны, нельзя шутить, даже с такой страной, как Молдова. Нельзя. Три года туда бросили, три года сюда бросили. Кто нам поверит? Кто с нами вообще захочет связаться при таких обстоятельствах? Мне кажется, такие вопросы должны вам задавать избиратели. Именно потому, что у вас за плечами много мандатов, когда были и с теми, и с теми, и с теми. Мне очень интересно, как вы отвечаете им на эти вопросы. Вот на эту тему я разговариваю. Как вы им говорите? Мы голосовали за коммунистов, но тогда надо было во имя контентуса. А потом мы пошли с правами, но надо было во имя контентуса. А что с коммунистами мы голосовали? Нет, за коммунистов, за президента. Так, это нормальное состояние. Дмитрий Георгиевич, я сейчас не говорю, это нормально или нет. Я говорю об истории партии. Это нормальное состояние демократического общества, когда оппозиция по важным законам страны голосует вместе с властью. У нас есть 99% проблем, по которым мы ругаемся, а есть 2-3 проблемы, по которым мы участвуем в голосовании. Хорошо, откомментируйте, пожалуйста, заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова относительно того, что в Молдове возможен украинский сценарий. И он возложил длину на ЕС. Да, мне было очень обидно слышать эти слова. Вот мне тоже. Вот, честно, честно говорю. Я абсолютно убежден, что господина Лаврова дезинформировали. Воит или не воит. Вольно или невольно. Вольно или невольно, я не знаю. Но, видимо, положили ему текст такой на стол. И он как бы, так сказать, эмоционально отреагировал, не проверив. Это легкое отношение, Дмитрий Георгиевич. Потому что, подождите, подождите. То есть, получается, опасности нет. Нету у нас серьезных политических сил, которые бы реализовали идею выхода из вот этой конституционной нормы о том, что Молдова не... Дмитрий Георгиевич, мне неудобно вам это говорить. Но любые эти моменты, они, как правило, извне. Не надо мне, что Молдова является нейтральным государством. Нету такого. Говорит у нас товарищ Гимпу на эту тему. Но он чирикает, потому что его как бы обязывает статус. Либерал-реформаторы тоже говорят. Ну что вы, ну что вы, ну что вы. Ну говорят. Две трети парламента никогда не поддержат эту идею. Потом, эта проблема решается на референдуме. Да. Это не решает одна партия. Поэтому, сто процентов, сто процентов, никаких угроз нету. Поэтому, ему или какие-то стукачи наши местные доложили, чтобы еще раз сфотографироваться. Это вы сейчас говорите, подождите секундочку. Да. Вы сейчас говорите о заявлении Лаврова в отношении Приднестровья. В отношении, что если Молдова выйдет из вне блокного состояния... Тогда Приднестровья может там. А мой вопрос был к вам. В отношении того, что украинский сценарий после выборов повторится. Имеется ввиду революция, да. То есть, здесь опять встает вопрос ЕС, Россия. Вот в этом был вопрос. Это, насколько я понимаю, это была вторая часть. Главное было это. Ну, сложно сказать, что для меня возможность этого самого украинского сценария... Если Молдова станет страной... Это еще вопрос, что страшнее. Если Молдова не нейтральный, вступит в какой-то блок, то повторится украинский сценарий. Вот. Я говорю, что нет никакой опасности. Нет никаких предпосылок для того, чтобы на таком уровне так отреагировать. Чтобы Лавров реагировал на какое-то заявление ГИМПу. Которое имеет там 7 процентов... Ну, подождите. Есть власть, есть основные политические партии. Ну, зачем так делать? Поэтому очень обидно было слушать, потому что нет, это проблема сфабрикованная. И я полагаю, что, скорее всего, сфабрикованная вот этими стукачами местными, которые как бы искусственно из соображений конкуренции. Дмитрий Георгиевич, вот дайте, пожалуйста, определение партии. Вы левоцентристская партия? Да, конечно. Левоцентристская. Тогда логичнее было бы все-таки думать о союзе с левыми силами. Логично. Логично, да. Вот что вы думаете по этому поводу? Если в парламент проходят еще левые партии, вот партия того же Додона, я имею в виду партия социалистов, говорят, что есть шансы у Усатого, не знаю, есть, нет, но вот тоже они себя позиционируют на этом фланге. Есть коммунисты. Вот смотрите, сколько левых у нас получается партий. Есть возможность того, что Демократическая партия будет с ними в первую очередь вести переговоры? Нет, мы в первую очередь, во вторую очередь ни с кем не будем вести переговоры. Я сказал, мы за продолжение политического курса Республики Матрон. Мы не можем рисковать вот этой ситуацией. 28 стран Евросоюза поверили в Молдову. Мы начали массу проектов в Республике Молдова. Строить дороги, ремонтировать детские сады. И масса проектов, которые направлены на развитие экономики страны, на развитие социальных вопросов. Призыв в таможенный союз, в таможенный союз, с которыми ты не имеешь общей границ, это первый вопрос капитальный. Таможенный союз, который еще не знаешь, как это будет, что это будет. Республика Молдова нуждается в том, чтобы выборы 30 ноября, чтобы 5 декабря у нас было правительство и засучало рукава и работало. Дмитрий Георгиевич, не все левые партии ратуют за вступление в таможенный союз. Вы не поверите. Нет, я понимаю ваши вопросы. Я вам ответил, если кто-то из левых придет и скажет, что мы готовы, мы согласны с тем, чтобы продолжить этот курс, чтобы развивать страну, при этом дружить с Россией, сотрудничать. Я думаю, что мы будем разговаривать с этими людьми. Я поняла. Хорошо. И прежде чем будем завершать, все-таки, сколько вы возьмете на этих выборах? Ваш прогноз. Говорят, что ваша партия может себе позволить такую вещь, как еженедельный собственный опрос. Ну, я, повторяю, я имел сегодня шесть встреч. Вчера четыре встречи, позавчера еще. Вот мне не нужно никаких вопросов. Я уже вижу, как люди настроены. Первое. Второе. Сегодня Демократическая партия является одной из самых организованных партий в Республике Молдова. Организованность партии – это очень многое значит на выборах. Поэтому я надеюсь, что мы за счет своей миротворческой позиции, мы за счет того, что мы предлагаем людям не популистские лозунги, а реальный взгляд на нашу жизнь. И за счет плюс, за счет дисциплины и организации мы возьмем больше, на много процентов, чем сегодня. Чем сегодня, это на сколько больше? Ну, сегодня имеем 15-16 мандатов. Ну, я не знаю, но есть такое желание. Потому что, понимаете, 15 мандатов не позволяет наш корабль, который доминирует радикалы, его удерживать на правильном курсе. Поэтому мы объясняем людям. То есть вы надеетесь, что вы возьмете мандатов сколько? 20-25? Ну, я не хвостун, и не это, и не пророк, и я не знаю. Мы хотим больше, потому что это будет полезно для страны. Хорошо. Прежде чем мы завершим программу, я обычно прошу из нашей беседы для зрителей выделить главную программу, так называется. Вот, да, поэтому у вас есть одна минута для того, чтобы вы обратились и сказали самое главное о вашей паре. Вы знаете, все главное. Главное, главное, чтобы ты сдержал слово. Главное, чтобы ты был искренен с людьми. Главное, чтобы мы взялись за решение тех вопросов, которые волнуют людей. Ну, нельзя находиться в космосе и оттуда, так сказать, смотреть свысока на... Я за эти годы искренне хочу, чтобы мы что-то происспели, чтобы ты шел по улице спокойно, чтобы ты приветствовал людей, так далее. Поэтому все главное. Главное, конечно, экономика. Потому что любой человек в этой стране страдает из-за того, что не хватает зарплаты, нечем отоплений, нечем детей кормить, и так далее, и так далее. Поэтому нам нужно поднять экономику. Раньше в Советском Союзе у нас какие-то сбережения были, но не было товаров. Нечего было покупать. Сегодня товары есть, нет денег. Это больше раздражает людей. Поэтому нам нужно научить людей делать деньги. Научить страну зарабатывать. Научить страну привлекать деньги. Потому что у нас нефти нету, у нас металлов нету, другого нету, ископаемых нету. У нас есть люди, у нас есть земля, и у нас должны быть мозги. И ставить их на службу людей. Это сто процентов. Это, наверное, самое главное. Спасибо. Про мозги. Вы знаете, я тоже выделяю главное в конце программы. Но этот раз я решила сделать исключение и сказать вашими словами. Потому что они мне очень-очень понравились. Я думаю, с ними согласятся многие. Вы сказали так. Молдове необходим национальный консенсус. Молдове нужно разнести эти баррикады, разделяющие нас на наших и ваших. Мы должны стать единой страной. Вот сложно, это вы вчера сказали, вы это все время говорите, но мне это нравится. Поэтому я бы это позволила себе зачитать, потому что мне показалось, что это на самом деле, наверное, самое главное. Если мы это поймем, то нами жить, наверное, станет лучше. И выбирать будем тех, кого нужно. Спасибо вам за беседу. Спасибо за приглашение. Это была программа «Главная». Я желаю вам всего самого доброго. Доброй ночи. Продолжение следует.